Всем доброе морозное утро! За окном 23 декабря, четверг, а это значит, что самый короткий день в году позади. Зима только-только началась, а природа уже берет курс на свет и весну, и это не может не радовать. Еще один повод для радости – то, что праздники уже буквально на носу. Подготовка идет полным ходом. В первую очередь стоит очистить свое сознание от негативных мыслей и настроиться на ясную волну позитива. А в этом обязательно поможет народное утро. Мы приготовили для вас много всего полезного и интересного. Проводником по миру информации сегодня буду я, Екатерина Геранюшкина. Поехали! День снежных ангелов Для детей, да и для взрослых создание ангелов в свежевыпавшем снегу – это большое зимнее удовольствие. Небольшая инструкция для тех, кто никогда не делал ангелов на снегу. Лягте на спину и двигайте руками сверху вниз, чтобы сформировать крылья. После чего двигайте ногами из стороны в сторону, чтобы сделать платье ангела. Когда вы встанете, то увидите своего собственного ангела, запечатанного на снегу. Этот праздник придумали взрослые, чтобы вернуться в свои детские годы и использовать то волшебство, которое могут подарить наши зимние создания. Так что проведите этот день снежно. Только обязательно оденьтесь потеплее, мороз за окном. А пока давайте посмотрим, чем еще знаменит сегодняшний день в календаре. Дальняя авиация – один из важнейших родов военно-воздушных сил Российской Федерации. В ее состав входят стратегические бомбардировщики, самолеты-заправщики, бомбардировщики-ракетоносцы. Главной ее задачей в мирное время является патрулирование дальних территорий, а в боевое – ведение разведки, нанесение ударов по объектам врага в глубоком тылу и на линии фронта. Военнослужащим, которые неустанно трудятся на благо Отечеству, и посвящен этот профессиональный праздник – День дальней авиации военно-воздушных сил России, который отмечается ежегодно 23 декабря. Дата события имеет символическое значение – именно в этот день более столетия назад. В 1913 году в Петербурге поднялся в воздух первый самый большой в мире самолет – бомбовоз «Илья Муромец» с четырьмя двигателями, расположенными на крыльях. Изначально он строился как простой пассажирский самолет-гидроплан с обогревом, электроосвещением, спальней и туалетом. В том же году муромцам был поднят рекордный груз весом 1100 килограммов. А в следующем году самолет смог подняться в воздух с 16 пассажирами на борту и одной собакой. Животное принадлежало пилоту и конструктору этого детища – Сикорскому. 23 декабря 1914 года по указу императора Николая II была сформирована первая в Российской империи эскадра тяжелых бомбардировщиков. Начало Первой мировой войны послужило причиной переоборудования муромца в бомбовоз. Его одели в стальную броню и вооружили. За время войны он настолько хорошо себя зарекомендовал, что получил у немцев прозвище «Летающий дьявол». Впервые дальнебомбардировочная авиация как отдельный вид войск появилась 5 ноября 1940 года. На данный момент одним из самых трудных этапов в работе дальней авиации считается дозаправка в воздухе. При скорости 600 километров в час и расстоянии между заправщиком и ракетоносцем в 20 метров нужно попасть штангой дозаправки в конус диаметром 80 сантиметров и продержаться в таком состоянии почти 30 минут. Филигранная работа настоящих профессионалов. Этот день будет гораздо спокойнее, чем многим хотелось бы. Все события развиваются медленно. Ко всем делам придется прикладывать массу усилий. Но лениться сегодня ни в коем случае нельзя. Рискуйте упустить что-нибудь важное. Первую половину дня лучше посвятить решению текущих проблем, а вот вторая подходит для более творческих и интересных занятий. Подробный анализ дня ждет вас прямо сейчас в астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака. Овны. Гороскоп предсказывает непростой в психологическом смысле день. Вас будут вынуждать что-то сказать, выговориться на чистоту. Постарайтесь обойти темы, которые касаются взаимоотношений с близким другом. Происходящее в семейной жизни заставит пересмотреть планы. Тельцы. Если захочется спокойно пережить этот день, то нужно на время стать зрителем. Просто смотрите, что происходит вокруг, а участия не принимайте. Сами поймете, что польза от такого поведения огромная. Зато в семейной жизни придется выступать как на сцене, только без грима. Близнецы. Вам в этот день понадобится поддержка всего коллектива. Подробности происходящего можно утаить, иначе сюрприза не будет. Меньше придавайте значения финансовым передрягам. Если где-то убыло, значит скоро прибудет. От физических нагрузок откажитесь. Лучше сходите в баню. Раки. У вас за пазухой окажется не один камень, а бросить его в кого-то не получится. И это к лучшему. Настроение хмурое, несмотря на бурную подготовку к празднику. Отказывайтесь от любых предложений, касающихся игр, вложений и авантюр. Иначе окажетесь по уши в проблемах. Львы. Вас ждет день умственных нагрузок. Предстоит решать сложные задачки и просить помощи у близких людей. Позаботьтесь о состоянии здоровья. Соблюдайте меры профилактики. Осложнения после простуды могут быть серьезнее, чем вы ожидали. Вечер посвятите спокойному отдыху. Девы. Весь день у вас будет романтическое настроение. Знакомство слегка встряхнуло и подарило надежду. Целую гамму чувств вы испытаете после звонка от избранника. На пользу пойдут тренировки в спортзале. А вот на улице долго находиться не стоит. Запланируйте диету, если хочется скинуть лишний вес. Хотим поделиться с вами жуткими, но завораживающими кадрами из Австралии. Мощная песчаная буря накрыла город Буля на северо-востоке страны. Ветер со скоростью в почти 110 км в час поднял воздух облака из песка и пыли. Люди прятались по домам, закрыв все окна и двери. К счастью, мощная стихия не принесла сильного вреда и никто не пострадал. Да уж, порой бывает приятно жить в умеренно-континентальном климате. Наша природа такой пугающей не бывает. Зато у нас есть интересные и актуальные новости. Все внимание на экран. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках ИЧС. Для поимки подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта. Сотрудники смогут требовать от граждан называть свои фамилию, имя и отчество, досматривать лиц, их вещи и транспортные средства, если возникли подозрения, что у них при себе есть оружие, боеприпасы, взрывчатка, наркотики, радиоактивные вещества, похищенные предметы. При этом из текста закона исключили положение, освобождавшие стражи порядка от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться. МВД уже подготовила порядок проникновения сотрудников квартиры и дома, граждан в их отсутствии и вскрытии автомобилей граждан. Госдума единогласно приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Согласно документу, от него освободят легковые автомобили и мототранспортные средства, используемые исключительно в личных целях. Обязательным техосмотр останется для такси и другого транспорта для перевозки пассажиров, а также для личных автомобилей, используемых в служебных целях. ТО также придется пройти при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Сегодня вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя страны. В России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 миллионов машин моложе 10 лет. По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, выпущенных 4 года назад или раньше. В этот день отмечается память мученика Мины Красноречивого. На Руси Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и действительно лечил людей с плохим зрением. Люди верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличить добро от зла, а правду от лжи. Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает пребывать. Пока еще незаметно, но верно. А нам разобраться со здравым взглядом на вещи обязательно поможет продолжение гороскопа для оставшихся знаков зодиака. Весы. Гороскоп рекомендует самостоятельно придать тон этому дню. У вас все получится, стоит лишь захотеть. Поприветствуйте личные таланты и достоинства, покажите их людям. Безоговорочно принимайте решение, если оно касается денег. Нужно кому-то дать в долг? Тогда так и поступайте. Скорпионы. Вам будет сложно справиться с эмоциями. Рабочая атмосфера накалилась до крайности, а вы не можете довести дело до конца. Ограничьте потребление продуктов и напитков, которые повышают давление. Вечер проведите в максимально комфортной обстановке. Отдохните в одиночестве. Стрельцы. Если откинете свои потребности в сторону, то окажетесь в плену чужих желаний и иллюзий. Молниеносно ничего нельзя решить, поэтому продумывайте каждый свой шаг. На голову могут обрушиться бытовые проблемы. Вам же советовали добрые люди. Не затевайте ремонт перед праздниками. Козероги. Вам предстоит разгребать груз прошлых забот, решать давние проблемы. Так часто бывает перед окончанием года. Не переживайте. Тем более помощников у вас будет огромное количество. Хорошо заняться вопросами закаливания, очистить организм и записаться на массаж. Водолей. Не стоит забывать про себя. Даже если все вокруг будут показывать пальцем на личные проблемы. Не обращайте внимания, ведь ваша жизнь куда важнее. Есть риск потерять крупную сумму денег. Не исключены мошеннические действия и авантюрные предложения со стороны знакомых. Рыбы. Вам не понравится то, что предложит начальство. Конечно, новаторство прекрасно, но вы хотите работать в привычном режиме. Многим придется резко менять планы. Куда-то переезжать или договариваться о поездке. Главное, все разложить по полочкам и не волноваться. Знать, какие государственные услуги оказывает информационный центр МВД, очень полезно. На прошлой неделе мы с вами узнали, что такое справка об отсутствии судимости и как ее получить в электронном виде. Сегодня поговорим о других, не менее полезных и важных услугах. Не переключайтесь. В контексте нашей государственной услуги по проставлению опостили на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации, это штамп международного образца, легализующий справки о наличии и отсутствии судимости на территории иностранных государств, входящих в ГАГскую конвенцию 1961 года. Такой же штамп мы можем проставить на архивных справках, справках о реабилитации жертв политических репрессий, которые готовит информационный центр МВД по Республике Мордовия и которые подлежат вывозу за пределы Российской Федерации. Как можно получить государственную услугу по выдаче архивных справок и копии архивных документов с использованием ЕПГУ и справку о реабилитации? На сегодняшний день формирование запроса о представлении данной государственной услуги, а также выдача результатов представления государственной услуги с использованием единого портала госуслуг не осуществляется. Обращаться с заявлением на получение государственной услуги необходимо непосредственно в информационный центр МВД по Республике Мордовия. Граждане это могут сделать лично в приемные дни согласно графику работы информационного центра либо посредством направления почтового отправления. Заявления по вопросам представления государственной услуги по выдаче справок о реабилитации лиц, подвергнутых политическим репрессиям в административном порядке, поддаются по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о применении политической репрессии, либо по месту жительства заявителя в территориальный орган МВД России на региональном уровне. Какие государственные услуги, предоставляемые вашим подразделением, являются платными? Государственные услуги, оказываемые населению информационным центром МВД по Республике Мордовия, предоставляются без взымания государственной пошлины. Кроме услуги по проставлению опостили на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации. Государственная пошлина в данные государственной услуги в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации составляет 2500 рублей. Всю информацию о порядке получения госуслуг можно уточнить на официальном сайте МВД по Республике Мордовия «13 МВД РФ» в разделе «Для граждан», «Государственные услуги», «Государственные услуги по линии информационно-справочной работы». Либо по телефону у сотрудников информационного центра МВД по Республике Мордовия. 29 88 62. Ни для кого не секрет, что если в помещении кто-то начинает зевать, к нему присоединяются все окружающие. А знали ли вы, что это относится и к книгам? То есть, если в произведении описан процесс зевания человека, читатель также невольно начинает зевать, но явно не от скуки, а от того, что очень глубоко погрузился чтением. Прямо сейчас наш гуру Сергей Чернавин поделится произведениями, при чтении которых скучным уж точно не будет. Василий Зубов, Леонардо да Винчи Книга Василия Зубова, выдающегося русского мыслителя, историка науки и искусства, ученого-энциклопедиста, которого современники в прошлом веке по праву называли русским Леонардо, впервые была издана в 1961 году большим тиражом и получила международное признание. Со временем она стала библиографической редкостью. Данное издание дополнено биографическим очерком об авторе, написанном его дочерью, кандидатом искусствоведения Марии Зубовой, а также в тексте присутствует одна из последних статей Василия Павловича «Солнце в научном творчестве» Леонардо да Винчи. Она не была опубликована на русском языке при жизни автора. В книге прослеживаются главнейшие события научной жизни Леонардо – путь движения мысли да Винчи от некоего общего к конкретным примерам и вновь к общим суждениям. Василий Зубов в России из-за рубежом по праву признан одним из крупнейших исследователей и знатоков естественно-научного наследия, великого экспериментатора и творца эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Тем интереснее убедиться в этом лично, прочтя это фундаментальное исследование ученого. Эдвард Родзинский – знаменитый историк, драматург, прозаик, телеведущий, автор множества книг, популярность которых огромна во всем мире. Осенью 2006 года вышел роман Эдварда Родзинского «Александр II. Жизнь и смерть». Заключительная часть – тетралогия русской трагедии. Последний царь Николай II, первый большевистский царь Иосиф Сталин, русский мужик Григорий Распутин и, наконец, последний великий русский царь Александр II, ее герои. Отцы и жертвы великой исторической драмы, разогравшейся в России в конце 19-го – первой половине 20-го веков. Роман в простой и доступной форме рассказывает об эпохе правления Александра Освободителя. Он не столько про самого императора, сколько про то, что происходило в стране и мире, какое место занимал во всем этом главный герой. Помимо царя, в тексте довольно много Достоевского, народовольцев и разного рода чиновников. Эта книга, конечно, не биография, и ее нельзя считать источником правдивой информации. Тут есть место домыслам и рассуждениям автора. При этом она дает легкий и интересный старт в изучении эпохи, причин событий того времени, ставших началом великих переломов, случившихся в стране в 1917 году. Эндрю Вейл. Естественное здоровье. Натуральная медицина. Доктор Эндрю Вейл – фигура номер один в современной естественной медицине, которая полностью перевернула наше представление о традиционных методах лечения и о нашем здоровье вообще. Эта уникальная книга содержит подробное руководство по профилактическому поддержанию здоровья, советы и рекомендации по самостоятельному диагностированию и лечению многих распространенных недугов, методами, которые наиболее безопасны, естественны и не так дороги, как те, что предлагает традиционная медицина. Советы и рецепты доктора Вейла предельно просты, а по своей эффективности зачастую превосходят новомодные дорогостоящие препараты. Доктор Вейл утверждает, что своевременно обратив внимание на собственное здоровье, можно в будущем избежать массы хлопот, страданий и трат. Предлагаемая вам книга несет огромный заряд оптимизма, мудрости и вера в возможности каждого человека быть здоровым, возвратить утраченные жизненные силы и сделать свою жизнь счастливой. Наша программа подошла к концу, а день только начинается. Пусть он будет полом теплыми и положительными эмоциями, яркими впечатлениями и интересными встречами. Народное утро не прощается с вами, а говорит до свидания. В студии была Екатерина Геранюшкина. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»